Здравствуйте! Меня зовут Сергей Старьков и вы смотрите обзор происшествий за минувшую неделю. Вечером 21 июня во двор дома номер 19 на улице Нельцова в Туле заехал мотоциклист. После того, как молодой человек едва не сбил двух детей, жильцы дома его задержали и сразу же сообщили об этом ГИБДД. И правильно сделали. Мотоциклист не только был пьян, но и, как оказалось, ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии. Расскажи, пожалуйста, почему ты оказался за рулем мопеда или мотоцикла, на чем ты ехал? После ремонта, после сервиса, после решения проверить и все. Выпивал? Да. В первый раз ловит? Нет, в третий. А почему, повторяешь, почему выводов не сделал, если не секрет? Четвертый, пятый, шестой, не, все равно. Приехал ГАИ и мы сдали его сотрудника ГАИ. А сам мотоцикл где? Сам мотоцикл, пока мы ожидали сотрудника ГАИ, подошел мужчина лет 55, потому что он хозяин данного транспортного средства. И пока мы здесь вот замешкались, разбирались, он сел и уехал. Хорошо, вот никого не сбили, очень сильно по газам дал. А в первый раз этот молодой человек во дворе? Нет, уже не первый раз мы его видели, уже раз третий, четвертый. И перед этим дело с замечаниями, но не отреагировали. Сотрудники ДПС доставили молодого человека в отдел полиции. Если суд сочтет вину задержанного доказанной, то нарушитель ожидает штраф в размере до 50 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до трех лет. Напомню, в одном из прошлых выпусков я рассказывал о том, что в Ленинском районном суде рассматривается уголом дел в отношении Тулятьки Светланы Зуевой, которая укусила сотрудницу полиции за грусть. Женщина пустила в ход зубы после того, как полицейские были вынуждены задержать ее сожителя за стрельбу из карабина в неотведенном для этого месте. И вот, наконец, прозвучал приговор суда. За укус и удар другому сотруднику полиции в лицо Светлана Зуева должна будет заплатить 130 тысяч рублей. Утром 24 июня на улице Московской в Новомосковске при проведении ремонтных работ загорелся газопровод. В результате ЧП пострадали три человека, один из них был доставлен в реанимацию. Сидела в офисе, работала, слышала, что люди кричат, нужна скорая. Выбежали с работы, посмотрели. На месте оказался очень сильный пожар, но где-то, наверное, метр-три. В настоящее время, по факту случившегося, Следственный комитет проводит доследственную проверку. Установлено, что в момент воспламенения газовоздушной смеси пострадавшие производили замену запорной арматуры. По результатам проверки будет принято решение о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ нарушением требований охраны труда. Региональный следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении экс-мэра города Тулы Александра Прокопука. Как сообщила на брифинге журналистом главный следователь Тульской области Татьяна Сергеева, в ходе расследования сумма вменяемого Александру Евгеньевичу ущерба увеличилась в 6 раз до 30 миллионов рублей. Напомню, если вы стали очевидцем происшествия, не можете найти справедливость или хотите рассказать свою версию о каком-либо происшествии, об этом можно сообщить по номеру, которую вы видите на своем экране. На этом все, до встречи на следующей неделе.